Давайте начинать. В общем, еще раз всем привет. Сегодняшняя тема нашего вебинара такая очень интересная и важная. Во-первых, мы поговорим немножко о волонтерстве. Поговорим о волонтерстве, вообще, что это такое, какая мотивация волонтеров и, собственно, как эту мотивацию усилить. Это очень важно. Да, кстати, прибавлять звук у вас тоже можно действительно. Я буквально несколько слайдов стандартных расскажу для тех, кто будет смотреть это в записи, потому что, возможно, не все знают, кто мы, что мы делаем. Меня зовут Алексей Ниц, я являюсь вент-редактором в первую очередь теплицы. Это то, что связано с мероприятиями. Вы можете мне писать на мой мейл, который здесь. И вторая большая моя часть, чем я занимаюсь, это я веду вебинары, такие как этот, и делаю видеоуроки, то есть такие небольшие видео, о которых я сейчас тоже расскажу. То есть основная часть моей работы заключается в том, чтобы рассказать какие-то такие сложные, важные вещи таким простым языком на примере себя, потому что если я могу разобраться, то, собственно, вы тоже сможете это сделать. Это совершенно несложно. Поэтому, если есть какие-то предложения, там, замечания, обязательно пишите мне напрямую, и я буду очень рад. И теперь пару слов о том, кто мы такие. Теплица социальных технологий — это общественно-образовательный проект. Недавно у нас появилась новая версия сайта, кстати, зайдите, посмотрите. Основная цель которого, нашего проекта, мы связываем два полушария, два сектора, да, то есть это некоммерческие секторы какие-то, некоммерческие инициативы, и вообще проекты, которые занимаются решением каких-то общественно важных задач, там, это социальные предприниматели. И, с другой стороны, есть IT-сектор, которые классно все знают, разбираются в технологиях, но иногда не знают о том, что можно это знание использовать для того, чтобы решать какие-то очень важные задачи. То есть, соответственно, мы сводим эти два сектора вместе и пытаемся сделать так, чтобы они делали какие-то интересные проекты совместно. Для этого мы пишем разные статьи, публикуем материалы, проводим мероприятия, то есть много чего советую зайти посмотреть. Наш сайт test.ru, и в социальных сетях, мы везде слышим теплица ST. И теперь несколько слов о том, что, во-первых, у нас на сайте в новой версии есть раздел мероприятия, и он удобен тем, что там есть не только анонсы, вот, но если вы увидите, вот, крупно написаны отчеты, то есть вы можете посмотреть, по сути, отчеты всех мероприятий, которые были, которые мы проводим, то есть также записи, например, вот этого вебинара вы можете найти там и предыдущих в том числе. То есть сейчас, как бы, навигация стала более такой, ну, удобной, и, то есть быстрее можно найти, то есть то, что было, что будет, то есть советую посмотреть. Да, записи вебинаров в первую очередь можно найти на нашем канале на YouTube, поэтому если вы еще на него не подписаны на наш канал, сделайте это, это несложно. Вот в презентации все ссылки кликабельные, поэтому перейдите и подпишитесь. То есть в первую очередь это плейлист, то есть туда добавляются все, как бы, вебинары, которые проходили. И вот вторая часть — это видеоуроки, это такие небольшие видео о том, как пользоваться какими-нибудь сервисами, которые, там, помогут вам, там, не знаю, делать дизайн, логотип, там, не знаю, безопасность понять, что это такое, там, например, двухэтапная авторизация, как это включить, как шифровать данные. Ну, то есть реально очень много полезного контента, посмотрите, тоже можете использовать, независимо от того, чем вы занимаетесь, может быть, там, для работы или для своих личных целей. Окей. И вот, да, у нас есть плейлист по цифровой безопасности. Я просто отдельно хотел выделить, что очень советую посмотреть. Сейчас очень это актуально. Пожалуйста, обращайте внимание на свою цифровую безопасность, особенно если вы работаете в организации или компании, поэтому также много чего интересного для этого вы можете найти в этом плейлисте. А сегодня мы будем говорить о волонтерстве, и, наверное, некоторые из вас занимаются этим или сталкивались с этим, и будет интересно послушать ваше мнение, но вот, как бы, самое стандартное определение, что такое волонтерство из Википедии, как вы видите, я тут перевел его полностью, но, собственно, это круг деятельности, да, то есть это взаимопомощь, и важно, что люди осуществляют эту помощь добровольно, на благо общественности, без расчета на денежное вознаграждение. То есть, вот, собственно, вот это мы будем считать волонтерством. И вот, как бы, понятно, что есть какие-то другие более подробные, как бы, не знаю, определения, но, тем не менее, в общем, это так. То есть, когда люди хотят и помогают совершенно безвозмездно. Но давайте зададимся вопросом, а зачем вообще, собственно, это им нужно, и зачем вообще люди это делают, и почему они это делают, в каких случаях, как сделать так, чтобы, например, если вы делаете какой-то проект волонтерский, или вам нужны волонтеры, как сделать так, чтобы вовлекать их более лучше, и чтобы им было более комфортно. То есть, вообще, кто эти люди, как они живут, и почему, собственно, вот они это делают. Вот мы о многом сегодня поговорим, но мы поговорим в таком формате диалога, то есть лекции сегодня, как бы, не будет особой. То есть, вот, ну, там, контекст понятен, да, то есть, вот, есть люди, которые готовы помогать, которые помогают, и вот, соответственно, конечно, большой вопрос – мотивация волонтеров. То есть, зачем они вообще это делают? И я вот тут буквально, вот, когда готовился, нашел просто такой интересный слайд. Единственное, что, конечно же, это 97-й год, но мне было интересно посмотреть статистику. Так, я извиняюсь, да, видите, два раза написал там процент, но тем не менее. Как вы видите, в 97-м году еще вот был такой пособий добровольственный ценный источник, да, волонтеров еще называют добровольцами. И, как вы видите, распределение вот мотивации, оно достаточно сильное. И вот можно начать с того, что есть 61% – это просто хочу помогать людям, которому нужна помощь. И вот 4% – у меня есть свободное время. То есть, как вы видите, вариантов очень много, да, там, кто-то хочет получить какое-то новое знание, навыки, просто занять себя чем-то, да, там, получить какое-то удовольствие, познакомиться с новыми людьми. Вот много-много разных вариантов, да, есть. И вопрос, конечно, заключается в следующем, собственно, как мотивацию-то это повысить, да, вот. И, собственно, для этого мы сегодня здесь все и собрались, чтобы пытаться ответить на этот вопрос. А ответить на этот вопрос может у нас Илья Курлев вместе со мной. Надеюсь, я буду задавать вопросы, не только вопросы, конечно, вот. В общем, Илья занимается геймификацией достаточно давно, и сейчас он о себе расскажет. И просто он является основателем портала gamification.now.ru. И, как он о себе говорит, что он помогает применять игровые механики в бизнесе, маркетинге и образовании. Поэтому, Илья, я думаю, что, в принципе, ты можешь включить камеру, звук, да, супер, и даже включить свою презентацию. Вот. Я думаю, что Илья, наверное, начнет с себя, просто расскажет немножко о себе, кто он, что он делает, да, а потом мы уже плавно перейдем к каким-то конкретным вопросам. В общем, Илья, тогда предоставляю тебе слово, а я пока отключусь на время. Да, расскажу. Действительно, сегодня хочется построить это в формате диалога, потому что, наверное, я выступал, может быть, на парочке мероприятий для волонтеров, в том числе степлит социальных технологий, но вот прям непосредственно опыта в некоммерческой сфере у меня не очень много. Поэтому хочется, чтобы вы мне давали обратную связь, направляли как-то мой рассказ. Вот. И, собственно, Алексей тоже будет это же делать сегодня. Немножко обо мне. Да, Илья Курилев, я из игровой индустрии, я очень долго делал игры, самые разные. Вот. В какой-то момент меня позвали в Lingua Leo. Вот. Это был первый мой выход за пределы игровой индустрии в 2012 году. Вот. И тогда как раз оформлялось понятие гимификации. Еще не было курса Кивена Вербуха, который, наверное, многие из вас смотрели. И с этого началось какое-то массовое распространение. Вот. Но уже тогда Lingua Leo был построен на, скажем так, нестандартном подходе. Да. Я еще несколько раз сегодня буду возвращаться к теме, что же такое гимификация практическая и в онлайн-сервисах, и в обучении, и в волонтерстве попробуем сформулировать. Вот. С тех пор работаю с самыми разными компаниями. Как можно видеть, тут какие-то есть логотипы, в том числе и в коммерческом формате. Здесь команда 112, это проект МЧС. Вот. Окей. Поехали дальше. Немножко я расскажу, что такое самая общая рамка гимификации. Не в плане определения, а в плане какой-то сути. Сейчас такое время, что информации очень много, особенно если мы говорим про обучение. Ну, у тех же волонтеров, попробуй на ходу сразу на них применять. У тех же волонтеров, в принципе, есть чем заняться все время. Вот. А у обычных программистов, у обычных дизайнеров. Вот. То есть они могут как быть волонтерами, так и не быть. И через гимификацию, в том числе, моя задача добавлять что-то, что сделает этот контакт легче. Если говорить про обучение, например, то на этой картинке нарисованы какие-то стандартные уроки. И то, как ребенок играет в игру. Это просто совсем другой тонус у человека. Соответственно, вот на этом и строится подход. То есть мы берем какую-то изначально, может быть, достаточно рутинную деятельность. Или непонятную, или не очень понятно, зачем нужную. И с отложенным результатом. И пытаемся с помощью игровых механик дать человеку то, что ему поможет. Сделать это интереснее, сделать это более нестандартным. Дать ему быстрее обратную связь. Объяснить ему, что на самом деле произойдет после его маленького вклада, может быть, в это дело. Откуда вообще возникла идея гимификации? Почему именно игры? Почему ничего-нибудь другое, например? Почему, не знаю, не кино и не шоу-бизнес? Дело в том, что люди, вовлеченные в игры, это довольно большая аудитория. Судя по этой схеме, геймеров, людей так или иначе, вовлеченных в покупку, в данном случае, это покупка, игр 1,7 миллиарда на Земле из 6. То есть это примерно треть. Понятно, что тех, кто просто играет и не покупает, почитать совсем никак невозможно. Их, конечно же, еще больше. И это как бы ладно. Ладно, есть люди, которые вовлечены, не знаю, во что-то, в какую-то деятельность. Посмотр к кинофильмам, наверное, вовлечены еще больше человек. Но игры, они в целом довольно однородны. То есть язык игр, он очень похож от одной игры к другому. Почти везде есть понятия, там, квесты, уровни, бейджики, прокачка, какие-то такие понятия. Именно отсюда илья, илья. То есть геймификация, это когда мы берем язык уже понятный, игровой. Я думаю, что даже многие из вас, хотя едва ли вы относитесь к поколению Y, многие понимают, что такое, например, опыт, что можно достичь следующего уровня. Это как-то уже настолько глубоко прописалось вообще в нашу жизнь, что это понятно даже тем, кто не играет регулярно. Или может быть тем, кто считает, что он совсем никогда не играет. Именно эти понятия мы пытаемся использовать и с помощью них доносить какие-то важные сообщения. Как в целом работает геймификация в онлайн-продукте? Я думаю, что я больше всего специализируюсь, больше всего буду говорить именно про онлайн-продукты. Наверное, геймификация возможна при личном общении людей, при обучении в классе, но про это я буду говорить намного меньше. В любом продукте есть период вовлечения, период освоения, и уже пользователь возвращается. То есть Capture – это мы считаем вовлечение, Activation – это когда пользователь активируется, когда он понимает, в чем дело, что от него требуется, куда надо нажимать. И Retention – это уже возвращение на следующую сессию. В любом онлайн-продукте, и это всегда видно по всем метрикам и так далее, есть огромный провал между вовлеченными и теми, кто втянулся, кто разобрался, кто начал что-нибудь реально делать. Почему? Потому что там происходит, с одной стороны, еще ничего непонятно, еще не освоен интерфейс, еще, может быть, человек не примерил это к своей жизни, но надо подкладывать какие-то усилия. И это происходит не мгновенно. То есть очень мало продуктов может быть освоено очень легко методом тыка. Чаще всего есть какие-то внутри разделы, подразделы, процедуры, как что-то делать. Если перекладывать это, опять же, на волонтеров, наверное, многие волонтеры, будущие волонтеры, скажут так, многие дизайнеры, программисты, пытались кому-то помогать, но начиная это, понимали, что там, ладно, на деньги они не рассчитывали, но все равно работа идет долго, результата не видно, требования предъявляются какие-то нечеткие, никто не пишет подробное красивое ТЗ, никто, управляют ими, может быть, непрофессиональные менеджеры и так далее. И возникает такое ощущение фрустрации. Я вроде бы завязался, вписался в это все, но я не получаю того удовольствия, а вот ощущение сопричастности к чему-то большому, к тому, что рождается, например, большой проект, нужный, этого еще нет. То есть стадии вовлечения, это в случае с волонтерством, взаимодействие с волонтерами может быть стадия знакомства и какое-то начало какой-то работы. А activation, это когда волонтер уже втянулся и понял, что и зачем он делает, и он нашел свое в этом удовольствие. Маленький пример, что такое гамификация в том же онлайн-сервисе, в данном случае это Slideshare. Возможно, многие из вас уже загружали презентации на Slideshare, но, соответственно, надо при загрузке презентации заполнить некоторые поля. Название, описание, теги заполнить. Естественно, обычно это делать не хочется, тем более писать качественное описание. Хочется очень быстро все загрузить и так далее. Так делают совершенно все. Теги прописывает совсем мало кто. И понятно, что платформа с этим старается как-то бороться. Потому что если не будет описаний, не будет тегов, то презентацию будет очень сложно найти. Одна из главных функций Slideshare, чтобы все презентации искались, чтобы любой человек, который пришел на сервис, он нашел нужную себе презентацию. Что они для этого придумали? Вот так это было в какой-то момент. Да, хорошо. Это я как бы ставлю пока задачу, как пример. Вот есть такой экран, который явно плохо работает, трудно заполняется. И в целом не мотивирует никак пользователей заполнять все поля. Теперь приведу цитату Ричарда Румельта, специалист по стратегии, который мне очень нравится. Он говорит о том, что лидер – это человек, который будет энергию в людях, в тех, кого он ведет, создавая образ новой реальности и соединяя образ новой реальности с человеческими ценностями и нужными. То есть соединяя то, куда они должны все вместе прийти, с тем, что человеку уже нужный интерес. Так вот, моя идея в том, что гумификация занимается ровно этим же. Она высвобождает внутреннюю мотивацию пользователя, показывая новую реальность и связывая ее с потребностями и ценностями пользователя. И как же она это делает? На примере слайдшера. Слайдшер добавили вот такой вот маленький, маленькую полосу прогресса, virality score, то есть такой индекс виральности. И написали текстом о том, что я не буду читать дословно, но суть в том, что если вы хотите, чтобы ваша презентация искалась, чтобы она вирусно распространялась, вам надо довести этот показатель до максимального. И тут мы устанавливаем очень важную связь между тем, что нужно пользователям, это распространение его презентации, и тем, что нужно платформе, это заполнение полей. Этот бегунок, он работает очень просто. Он смотрит, какой процент полей заполнен, какой нет, и таким образом заполняется. Если пользователь ввел только название, не заполнил категорию, не заполнил описание, не заполнил теги, virality score очень маленький. И все видят, что вирусная сила их презентации практически никакая. Как только они начинают вводить информацию, они видят, что вирусная сила растет. Таким очень простым бегунком, который делается за 5 минут просто в коде. То есть это одним программистом делается за 5 минут, без какого-либо сервера, без абсолютно простейшей операции. Она дает вот эту необходимую обратную связь, после чего человек хотя бы начинает понимать, на что влияет то, что от него сейчас хотят. Соответственно, разбираюсь чуть-чуть подробнее. Новая реальность. Все хотят, чтобы их презентацию смотрели, делились с друзьями. то есть как-то вирус настолько распространялось. Потребность. Человек хочет, чтобы это происходило. И механика. Заполни шкалу виральности, и все будет хорошо. Еще несколько... Еще раз про метафору. Что такое гемификация, что такое гемифицированный подход или гемифицированный сервис. Вот справа мы видим рисунок, но для меня справа, для вас, наверное, тоже. Слева мы видим фотографию. В целом они похожи. Это как бы реальность и то, что мы создаем с помощью гемификации. Но гемификация или сервис, перенесенный в онлайн, это не копия ни в коем случае в реальности. Это некоторый модифицированный способ, немножко преобразованный, для того, чтобы мы лучше видели, лучше понимали, что происходит. Что изменилось, например, на картинке справа? Человек стал побольше. Потому что у нас есть место на этой картинке. Чашка стала прозрачной. И сменили цвет кушетки, чтобы был заметен фотоаппарат. Точно так же мы иногда в наших сервисах должны немножко поменять, немножко отойти от реальности, ввести какие-то виртуальные вещи. Например, мы можем строить рейтинг волонтеров. И дальше будет в одном из кейсов показано. Если мы устраиваем рейтинг, с одной стороны, это не очень может быть верно. Сравнивать волонтеров между собой, говорить, кто из них больше старался или больше усилий внес. Но с другой стороны, это может быть таким моментом, механикой, которая дает им признание, если им это важно. Если мы, общаясь с аудиторией, выяснили, что это ровно то, чего не хватает нашим потребителям. Я не буду никакие вещи утверждать. Я всегда на любом проекте сначала провожу исследования, чтобы понять, какие же мотивации реально живут в этих людях. И только потом, начиная с помощью игровых механик, как-то с этими мотивациями взаимодействовать. Окей, я, собственно, заканчиваю общий рассказ. Тезис мой в том, что иногда реальность надо немножко изменить, чтобы она стала понятнее, интереснее, и лучше запоминалась. Еще несколько таких тезисов о том, что такое гемификация в разных сферах. Гемификация для пользователей. Очень часто пользователи приходят на сервис, и они подобный сервис видели раньше. И главная задача это дать им ощущение новизны. То есть дать им ощущение, что в этот раз у них получится, что этот сервис стоящий, и что этот сервис реальный, и что здесь все будет. Здесь они смогут решить свои задачи. Это, наверное, главная задача, а вот более подробные можете прочитать на экране. Гемификация для сотрудников, партнеров. Я думаю, что сюда же можно отнести и волонтеров. Я когда говорю о гемификации вот такой работы с людьми, я обычно так говорю, что если это сотрудник такой подневольный, который сидит справа от вас, и вы всегда видите, что у него происходит на экране, управлять им, в общем-то, несложно. Мы всегда можем сказать им, что ему надо делать, можем сказать, что он занимается чем-то не тем, но у нас всегда в реальности все сложнее. Есть удаленные сотрудники, есть партнеры, от которых мы тоже что-то хотим, но мы не можем им давать указания, мы не можем контролировать их напрямую, и нам приходится контролировать их как-то иначе. Здесь опять начинает работать гемификация, и мы можем, например, доносить реальный смысл до происходящего. То есть, зачем он это делает, зачем ему в целом сотрудничать, зачем какие-то выполнять указания. Можем задать, договориться о каких-то общих правилах игры, о том, что есть хорошо, что есть плохо в рамках этого проекта. Не с точки зрения «Я так хочу», а с позиции, что так будет лучше для проекта. Ну и так далее. Те степенные цели можете почитать на экране. И в менеджменте, в непосредственном управлении гемификация работает на то, чтобы превратить такое менеджмент с человеческим лицом. Потому что выполнение задач не является реальным смыслом работы, зачастую. Договор не является чем-то, чем... Часто договор считают чем-то очень формальным. Все люди хотят быть в отношениях, но иерархия, которая строится в организации, это не есть отношение. Это просто какая-то очень жесткая вещь, которая зачастую на бумаге так, а в реальности совсем не так. И так далее. Если мы хотим бросить пользователю вызов, то установить какие-то KPI тоже совсем не обязательно. Это тот самый продуктивный вызов. который часто людей мотивирует, что-то делать. Последний тезис, такой в обзорном рассказе про гемификацию, о том, что, мне кажется, никогда не надо ставить целью кого-то мотивировать. Это очень странно работает, это чаще всего заметно. Если мы пытаемся, скажем так, манипулировать вовлеченностью, мотивацией другого человека, это что-то довольно неестественное. Чаще всего человек готов мотивировать себя сам. Особенно, я думаю, это актуально для волонтеров. Если он понимает, если он в достаточном контакте с реальной проблемой и с обратной связью. То есть, не надо делать фокус никогда на мотивацию, надо скорее делать фокус на то, чтобы все понимали, что на самом деле происходит, какой вклад и так далее. Я думаю, что на этом мы пока прервемся и с Алексеем поговорим немножко, а потом я вернусь другим кейсом. Есть ли вопросы какие-то? Пишите в чате. Давайте уже... Попробуем обсудить. Единственное, что вот я, когда включаю камеры, мы очень почему-то начинаем тормозить в плане... Вроде пока изображение есть. Давайте пока отключим. Я думаю, что будет понятно, кто из нас. Вот вопрос задали, как понять, в чем проблема волонтеров, как это собрать. Ну, то есть, мое мнение такое, что... Ну, как бы, чтобы понять, что у волонтеров... Ну, то есть, значит, они как бы не выполняют то, что бы вы хотели, что они делали это так? То есть, в этом суть как бы проблемы? Спрос Раиля или... Я могу неправильно... Я бы так ответил... Я бы так ответил на этот вопрос. Мне кажется, что задавая... То есть, если мы, так или иначе, с волонтерами ВКонтакте, мы их проблемы чувствуем. Видимо, были какие-то волонтеры, которые начинали работать, потом прекращали. Мы видим в диалоге, когда они включаются, а когда они, наоборот, начинают... их мотивация начинает падать. То есть, по сути, это не какая-то... это не какие-то мифические проблемы, которые мы должны вызвать, с которыми мы никогда реально не встречаемся. а это то, что нам непосредственно мешает с ними лучше работать. Мы эти проблемы ощущаем на себе, если мы, вот правда, с ними уже в ВКонтакте. Вот пишут, вот они пришли в первый раз. Видимо, там продолжение. Ну, то есть... Да-да-да-да, видимо, продолжение. Ну, в общем... Я так могу сказать, если все работает и так хорошо, то есть, волонтеры уже пришли, они взяли задание, они его сделали, они его сдают. Вполне возможно, гимификация не нужна. Ну, то есть, возможно, нет никаких проблем. Если есть люди, которые мечтают поработать на общественное благо, и они это делают, то все уже хорошо. Если мы видим, что они делают мало, затягивают сроки, да, начинают как-то себя вести в диалоге не очень адекватно, да, например, говорит, ну, вот я вам все прислала, почему вы это не делаете, а когда будет результат, да, там, а почему вы сделали не все, что я вам написал или нарисовал, вот, вот это начинается проблема, да, то есть, это начинается проблема, что волонтер может не понимать, что, кроме него, вовлечены другие люди, что это не будет сделано мгновенно, да, что надо постепенно, ну, что это долгий проект, скажем так, что нет много ресурсов, чтобы проект шел быстро, как-то так. Я просто хочу сказать, что сейчас, да, тут Татьяна написала, что, пожалуйста, приведите пример применения техники мификации на конкретном латинском проекте, мы сейчас это покажем на примере для этих волонтеров теплицы, вот, то есть, в итоге, вот, получается следующая ситуация, что у человека есть, как бы, внешняя мотивация, внутренняя мотивация, то есть, часто у волонтеров есть именно внутренняя мотивация, то есть, какое-то внутреннее стремление помочь и что-то сделать, вот, но для того, чтобы они вовлеклись, начали что-то делать в вашем проекте, да, им нужна какая-то внешняя мотивация, то есть, вот, что-то, что, как бы, будет им помогать вовлекаться, И вот эти вот аспекты, они могут быть, да, там, ну, часто это вот всякие, опять же, там, очки, там, баллы и что-то еще, вот. Также, мне кажется, очень важно для волонтеров получить обратную связь вообще, да, и они должны понять, что они делают вообще там, то есть, так ли они понимают задание или вообще, то есть, на той же стороне находится что и вы или нет. В общем, давайте я тогда включу просто демонстрацию рабочего стола и включу просто, так, наверное, мне придется камеру сейчас отключить, потому что, так, вы видите, да, в общем, отлично. Я буду использовать геймификацию на, там, на этом сервисе, то есть, это IT-волонтеры, это платформа, теплица, которая была создана для того, чтобы какими-то IT-навыками могли бы помогать, например, там, решать какие-то задачи для некоммерческих организаций, вот, именно, именно IT-задачи, да, то есть, там, создать какой-нибудь простенький сайт, дизайн какой-нибудь и так далее. Вот, просто я могу рассказать, собственно, в чем суть была, вот, на этом, на этой платформе есть какие-то проблемы, которые они существуют, они действительно существуют. Мы как-то поднимать, вот, мотивацию волонтеров, чтобы они делали лучше и лучше. Так, единственное, что мне, наверное, придется переключаться. Ну, сейчас пишет, мы делаем мероприятие, где собираются новеньких волонтеров и сразу задаем вопрос, почему вы пришли, что вас заинтересовало? Обычно в этих ответах сразу понятна мотивация. Ну, то есть, действительно, вот, например, здорово, действительно, провести какое-то, возможно, анкетирование, либо просто, чтобы они заполнили какую-то форму, чтобы понять, действительно, что, для чего, как у них, как вообще это работает. То есть, в принципе, это нормально. То есть, это, что они приходят, они хотят помочь, а им дают анкету, там, из 100 вопросов и заставляют их заполнить, там, не знаю, прямо сейчас, ну, и как-то и так. В общем, смотрите, значит, вот есть такая платформа, то есть, по сути, работает все просто. Это как любая платформа, например, там, фриланс и так далее. То есть, организация, либо человек может повесить какое-то задание, то есть, он регистрируется, да, и может быть выполнителем. Человек может поставить здесь задачи, написать какое-то описание, вот, предложить какое-то, там, вознаграждение, это может быть, там, благодарственное письмо, там, указание, небольшое, там, какое-то краткое описание. И вот суть в том, чтобы, как бы, все получилось, да, чтобы вот на это задание нашлись, как бы, волонтеры, которые, собственно, и сделают его. И, значит, с того, что, конечно же, не все задачи решаются. Во-первых, как вы видите, достаточно много вот в работе находится, ну, как много, относительно, да, и вот волонтеры, куча задач, которые нужно решить, но они почему-то по какой-то причине не решаются. Так же есть для людей, которые хотят, ну, как бы, вот решать задачи, то есть, да, такой разбитый, да, то можно больше и быстрее найти, какую задачу бы решить. И вот вопрос, почему это не решается, да. Так, сейчас я перейду просто в нужный раздел. Прум-прум-прум, участники, вот. А это часто, что от них хотят, то есть, какой-то неправильный постановка. Вот факт, что неправильно поставленная задача, это уже снижает мотивацию волонтеров в разы просто. И это очень плохо. То есть, первое, вот, что нужно выстроить, как мы поняли, это вот правильно выстроить задачу. И описал это на языке волонтера, то есть, чтобы было понятно, что делать. Это, например, не должно быть, там, создать сайт, да. Опять же, важно разбивать большую задачу на несколько маленьких, чтобы, например, волонтер этот проект, или даже, если это будет делать один человек, чтобы вовлечение у него было достаточно простым, да. То есть, чтобы он видел, что это реализуемо и достаточно хорошо можно было отследить, да. То есть, если это... Там, например, прототип, на дизайн, ну и так далее, на что-то еще, да. То есть, по идее, можно было бы поставить задачу, что вот, пожалуйста, там, типа, создайте мне сайт такой-то, но, естественно, что к ней вряд ли кто-то бы подошел. Медленнее говорить. Так, дайте я остановлю, вот, трансляцию. Плохо слышно. Иногда притормаживает, да, у меня тоже. Окей. Ну, я даже не знаю, как решить этот вопрос. Ну, окей. В общем, идея понятная. А пока ты его просто отключил, да, и вот... Илья, ты можешь включить свою презентацию, чтобы просто села, просто, чтобы не было пусто? Я, конечно, могу загрузить свой слайд какой-нибудь. Да, да, сейчас сделаю. Вот, окей. То есть, еще раз, вот, я рассказывал о том, что существует платформа, да, что есть организации, либо люди, которые ставят задачи, и есть исполнители, это волонтеры, которые готовы, ну, как бы, эти задачи решать. То есть, вот, первая проблема, которую мы выяснили, это вот разделение большой задачи на много маленьких. Вот. Вот. Потом следующее, что у нас есть, это то, что у каждого... Я все-таки должен включить, наверное, потому что бесполезно тогда так, как бы, рассказывать, если не будет понятно, собственно, что я говорю. Демонстрация экрана. Так, окей. Вот вы сейчас должны видеть вот список участников, да, и вот, во-первых, у каждого участника есть свой рейтинг, опыт. И мы вот вели вот эти вот, как бы, это внешняя, некая внешняя мотивация, которая помогает, собственно, волонтерам почувствовать себя лучше, почувствовать нужным и почувствовать... А платформа построена таким образом, что когда организация, либо человек ставит задачу, могут откликнуться несколько волонтеров. По сути, например, если вы ставите задачу нарисовать баннер, волонтер, баннер. И совершенно потом неизвестно, какой из этих трех, например, баннеров будет действительно решен, то есть применен, да. Но, тем не менее, если вы выполнили задачу, то она вам как бы зачтется. Поэтому вот рейтинг в данном случае считается количество решенных задач. То есть когда тот человек, который ставит задачу, да, вот он отмечает, что вы решили задачу. То есть вот рейтинг, во-первых, показывает, что действительно у волонтера достаточно много решенных задач. И чем больше решенных задач, тем он становится лучше. То есть получается, что, например, вот на нашей платформе есть Алексей Клесов, который решил... У него рейтинг 36. Это значит, что он решил 36 задач. То есть ситуация... ...внимание на такого человека, когда, например, среди нескольких волонтеров... То есть, вот, например, их задачу хотят решать несколько человек, да. Если среди них он будет, будет Алексей, то, конечно, они потенциально выбрать его, потому что у него больше рейтинг. Потому что он больше задач решил. Это уже значит, что он более мотивирован, он уже решал задачи. То есть вот это тоже такой своеобразный показатель. Так. Хочу чать-выключать, потому что почему-то тормозит все, да. Давай я здесь прокомментирую немножко. Вот. Тут важно понимать, что... Ну, это не просто, как... Когда мы говорим, что это мотивация для волонтеров, хорошо бы понимать, что... Почему мы так называем, да. То есть почему, собственно, мы говорим, что это мотивация. И в данном случае я вот что вижу. Да, то есть здесь мне несколько моментов бросилось. Во-первых, мы накапливаем вот этот вот опыт, да. То есть мы визуализируем достижения. Не то, чтобы людям очень хочется, не знаю, иметь высокий рейтинг и видеть, что они лучше других. Поэтому, что в данном случае работает не этот принцип, вот. А это просто способ показать себе, ну, самому волонтеру и всем, как много он сделал. Да, вот там, я не знаю, чем отличается опыт от рейтинга. Ну, я сейчас могу рассказать, да. Опыт от рейтинга... Мы с помощью этих параметров выносим на обозрение какие-то важные данные о человеке. И он сам видит, что это видят все, и можно, опираясь на эти данные, принимать решения. Ну да, во-первых, вот, не знаю, мне кажется, и вот я сформулирую это опять же простым языком, как я это понимаю. То есть чем у человека больше рейтинг, соответственно, тем он, волонтер, понимает, что потенциально его больше там, вероятность выберу эту задачу. Это ведь логично, мне кажется. И вот, то есть есть рейтинг, а... Сейчас, простите. А опыт — это такой показатель некоего ресурса. То есть вот когда человек, например, активно ведет себя на платформе, он, например, ставит задачи, он решает задачи, он пишет комментарии какие-то и так далее. То есть вот это все перечисляется в опыт. Соответственно, есть некий такой нюанс, что если вот вы решаете задачи, либо там пишете комментарии, или хотите решить задачи, вам опыт прибавляется. Ну там, в соответствии с каким-то там количеством, да. Но если вы ставите задачу, то у вас опыт убавляется. То есть вот это интересный такой момент, что это мотивирует, как мы думаем, это мотивирует людей в том числе решать задачи или там активно вести себя на платформе. То есть, например, если человек хочет, чтобы он ставил задачи, он должен быть активным. То есть нельзя просто взять и делать только там, ставить задачи. То есть тогда его опыт будет не очень высоким. А есть ли какие-то ограничения? Например, тот, у кого опыт ноль, задачи ставить не может? Ну, на самом деле нет, потому что изначально человек может выбрать, кто он. То есть он исполнитель, либо он, то есть тот, кто ставит задачи. Но вот в дальнейшем, да, для того, чтобы просто, например, быть активным и чтобы его замечали именно исполнители, да. Ну, потому что сейчас так бывает все равно, что вот волонтеры сами по себе, они ставят задачи. Это нормально. Вот, но вот как раз это было вот для того, чтобы был баланс такой. То есть нельзя, нельзя только ставить задачи. Вот. И вот, наверное, для этого созданно. Тут может быть такой некий не очень понятный момент, но мне кажется, вот идея такая, она хорошая, и мы ее вот тестируем сейчас, что есть вещи, за которые мы прибавляем опыт, и есть вещи, за которые опыт уходит. Вот. И как вы видите, опять же, если показатель большой, это значит, что человек очень активный, и значит, что он действительно, да. Я могу прокомментировать, как похожая механика, да, работает в том же Хабр-Хабр. Что, по сути, сделал Хабр-Хабр с помощью своей кармы, да, и вот там, ну, там есть несколько показателей, вот по-простому, будем называть это кармой. Он передал регулирование, вот это, по сути, ленты новостей, все пользователи пишут что-то, да, но кто-то виден на главной странице, а кто-то вообще не виден, а кто-то больше не может писать. То есть карма, на которую влияют другие пользователи, да, и там можно назвать, по сути, его рейтингом, чем-то таким. Это способ, чтобы сообщество самоуправляло, кого они хотят читать чаще, кого они совсем не хотят читать. Вот. Вместо того, чтобы редакция, например, занималась тем, что вот этого человека банило на платформе, да, а вот этого человека подымало куда-то наверх, там, на главную страницу выносило, они придумали карму, которая занимается этим автоматически. Если человек написал хороший пост, все ему добавили плюсиков в карму, и у него карма поднялась настолько, что каждый его новый пост теперь попадает на главную страницу или виден в большем количестве. И наоборот, если кто-то пишет что-то нехорошее, все его заминусовали, и мгновенно его пост перестал быть виден на главной, перестал быть виден многим, а следующий пост он, возможно, вообще не сможет написать. Вот подобные вещи, скажем, похожие механика, вот она в другом месте реализована вот так. Ну вот, кстати, хочу сказать, что мне кажется, что там же можно вот так специально опустить пост, да, то есть просто вот если начнут минусовать, он просто опустится. то есть вот тоже вопрос, насколько это, ну, хорошо, да, то есть просто кто-то может, ну, люди могут сговориться между собой, да, и просто минусовать. Вопрос, на кого мы работаем, да. Ну да, и это происходит. Мне кажется, как раз хабр-хабр, вот он, то есть он не претендует на объективность, он не говорит, что у нас наверху посты хорошие, а наверху посты, которые нравятся сообществу, а внизу, которые не нравятся, да, то есть, по сути, это такой шаг в сторону сообщества, что вы решаете, вы смотрите, вы же сами все решаете, какой бы ни был замечательный пост, если он в целом не нравится, да, или он не нравится какой-то активной группе людей, то они смогут повлиять буквально на политику всего сообщества, да, я, например, считаю хабр-хабр СМИ, это СМИ, которые управляются самим сообществом. Да, 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 это так. Вот в чем интерес. Ну вот я просто думаю еще, давайте, может быть, обсудим вот просто те процентные какие-то вещи, которые сейчас написаны, да, на экране, и как они реализованы, могут быть реализованы. Вот давайте просто по очереди пройдем, я еще раз просто проговорю, может быть, или расскажу заново. То есть вот 61% статистики, да, говорилось о том, что они, люди, хотят помогать нуждающимся людям. По сути, вот любая платформа, да, если мы говорим про онлайн-платформу или просто для проекта, который использует волонтеров, мне кажется, это у каждого проекта, это основная цель, да, дать возможность людям сделать хорошие дела для тех, кому эти дела нужны. То есть здесь как вопрос, как это устроено. На нашей платформе это реализовано так, что люди, либо организации ставят задачи, и другие люди могут это помочь. То есть это, в принципе, работает, и это понятно. Минус только в том, что возникает, еще раз резюмируя, что если вы сложную сразу или непонятно, как ее делать, то ее не будет никто делать. То есть вопрос в том, как на языке волонтера рассказать о том, что вы хотите. Вот это большой вопрос, не всегда получается правильно объяснить, и это очень тяжело, но с этим можно работать. Дальше, например, 46% считали, что надеялись научиться чему-то новому, и здесь, кстати, отличная возможность для любой платформы волонтеров в том, что, по сути, это же платформа реальных проектов, реальных задач, и вы, как волонтер, вы можете научиться чему-то новому решать эти задачи, потому что, по сути, ответственность за неправильное решение тут, она снижается. То есть если вы сделали что-то не так, ничего не произошло, плохого, то есть плохого ничего нет, вы просто, условно говоря, потратили свое время, больше ничего. То есть максимально вы можете только приобрести, вы решаете задачи, ну, например, вы никогда не делали баннер, я хочу научиться. Вы начинаете это делать, ну, для тех задач, которые поставлены. То есть один раз сделали, не получилось, то есть вас не выбрали, либо плохо получилось, либо еще что-то. То есть вот это отличная возможность, как бы, на зрение платформы и проекта нужно просто сделать такие условия, чтобы люди, которые вот пытаются научиться чему-то новому, они возвращались еще и еще, чтобы они не делали, как бы, выводы, что вот у них ничего не получается, и нужно переставать это делать. То есть нужно обязательно поддерживать интерес волонтеров на определенном уровне, чтобы даже если что-то не получается, ребят, пробуйте еще и еще, и это все будет окей. И вот, мне кажется, тоже это важно. Вот я прокомментирую. Да, вот прокомментирую, как ты думаешь, вот как держать вот этот интерес там? Скорее я вот что скажу, да, опираясь вот опять на вот эти мотивации волонтеров, что можно было бы добавить? Если действительно так сильна мотивация чему-то научиться, то мы можем, например, к каждому задачу прикреплять информацию о том, чему здесь можно научиться. Вот есть эти задачи. У каждой задачи есть не просто описание, что надо сделать, но и чему можно научиться. Скорее всего, сами организации не могут это сформулировать. Мы можем им помочь. Мы можем, например, и, скорее всего, это и есть, у каждой задачи выбирать ту сферу, ну, каких сфер это касается, дизайна, программирования, еще чего-то. И выбрать сферу своего проекта, ну, организации сможет, да, тот, кто добавляет. А платформа может переводить сферу в виде иконок, например, и писать каждую задачу. Ну, да, да. Вы можете научиться программированию, да, там, элементам дизайна, такого, такого, такого. И это было бы частью описания, которое формируется автоматически в зависимости от выбранной категории. И это бы давало вот ту самую, скажем так, может быть, еще не давало мотивацию, но обращалось к этой мотивации. Потому что сейчас на карточке задания ничего не написано о том, чему здесь можно научиться. Это приходится додуматься. Ну, смотри, я могу вот, ну, не то что там поспорить, я могу показать просто, да, смотри, вот еще раз. Конечно, может быть, притормаживать. Сейчас я включаю просто. Вот смотри, в каждой задачи есть тег, это тег. Ну, окей, это не совсем то, о чем ты говоришь, но тем не менее это, в принципе, примерно вот. То есть человек видит, например, дизайн сайтов. Вот, то есть, как минимум, он уже понимает, что это такое, и чему он может научиться. То есть, конечно, это вот, как мы видим, это типа задач. Но, видимо, то, что ты сказал, действительно, это было бы здорово, немножко перевести это в навыки. По сути, это тоже, но чтобы волонтер понимал, что это такое. То есть получается, что волонтер мог бы прокачивать свои навыки. У него бы были какие-то прогресс-бары, например, ну, допустим, условные внутри его кабинета, например. И вот он бы понимал, что, например, ему надо прокачать дизайн, он делает дизайн, например. Ему надо прокачать, там, например, что-то еще, он прокачивает и так далее. То есть вот здесь, да, хорошая, кстати, идея. Я думаю, что вот в других проектах тоже. То есть показывать волонтерам, что, как бы, какие навыки они могут конкретно получить. Да, это классно. Одна из задач гамификации в том, чтобы пользователь не додумывал. Понятно, что из описания или из тегов можно догадаться, но совсем не факт, что это настолько очевидно, что человек готов мыслить в эту сторону. Особенно, например, какие-то очень массовые проекты, там зачастую надо прям буквально проговаривать все. Если говорить про изменения, то самое простое это на странице описания под «Предложить помощь», под кнопкой «Предложить помощь», написать на этом проекте, вы сможете обучиться и поставить здесь иконки, которые образованы от тегов. То есть вот просто теги визуализировать еще раз и написать наверху заголовок, здесь вы сможете научиться. Ну да, то есть... Полезвожная реализация – это уже, да, считать это все, выводить в профили. Но, скажем так, за один вечер можно сделать вот то, что я говорю, да, вывести иконки и написать явно, что этот проект поможет тебе в обучении. Ну и причем понятно, что, естественно, это все нужно тестировать, и никто не говорит, что это там железно, да, то есть реально можно взять, внедрить это, посмотреть, как это работает, да, на волонтерах. Если что-то пошло не так, просто взять и переделать это. Это же все окей, это действительно правильно. Конечно. Так, я пока прочитаю сейчас там чат. Ну там Екатерина спрашивала про то, что вот мы обсуждали, что если не ведет ли такая система к тому, что у новичков опускаются руки, потому что их не замечают, а на активных все интенсивно используют. То есть вопрос о том, как себя чувствуют новички, когда они только начинают. Так вот, как раз вот мы сейчас, когда проговорили вторую часть про навыки, мне кажется, вот навыки могут удержать новичков, да, и развить их. То есть вот именно навыки, например, могут стать наиболее, там, ну, как бы мотивированными, что ли. То есть вот. И как только человек начнет развивать свои навыки, он начинает решать больше задач, а чем больше задач он решает, тем, например, он становится более заметным. Михаил пишет, пусть еще волонтеры сами рассказывают, чего они научились. В нашем случае вот эти волонтеры, у нас есть два дайджеста. Вот мы выпускаем раз в неделю про задачи, просто тоже вот выбираем какие-то интересные задачи, и про волонтеров. Некое такое интервью в каком-то контексте, да, но вот классная идея, кстати, что можно действительно спрашивать людей, о чему конкретно вы научились. То есть, например, за какой-то промежуток времени, да, и вот это тоже здорово. То есть, когда человек может рассказать и показать, действительно, что изменилось. Но это уже вот к тому, что нужны всякие прогресс-бары, да, ну, хотя бы, чтобы было заметно, что было, а что стало. Для самого волонтера, даже не для какого-то там, другого человека, для самого волонтера. То есть это классная идея, да. Это еще намекает нам на то, что именно в такой форме могут быть отзывы. Да, я не вижу здесь каких-то отзывов, но на самом деле можно у десятка волонтеров собрать отзывы как ответ на вопрос, чему вы научились, работая на волонтерских проектах, и выводить это, опять же, на сайте. Да, то есть, чтобы волонтеры, читая и принимая решение, надо тут регистрироваться, не надо, хочу я, не хочу, они видели то, что другие люди чему-то научились и пишут об этом сами. Да, и тогда, говорит, ну, это бы их сподвигало регистрироваться. Это тоже, что им важно. Им важно понимать, что я здесь смогу сделать, кроме того, что я, ну, кроме того, что помогу другому человеку. Видимо, вот эта мотивация, она, вероятно, не ведущая, но она все равно есть. И я вижу, что вы с этим уже работаете, выводя, например, награду. Казалось бы, это немножко странно, как же, вроде волонтерский проект, какая награда вообще, зачем о ней вообще говорить, разве вы не мечтаете помогать бесплатно? Но это настоящая, реальная картина в том, что каждый человек, ну, так или иначе, ну, ему интересно, что это может быть для него, пускай не деньги, да, но... Ну, да, 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 в том-то и дело, что когда, мне кажется, вот плюс в том, что когда волонтер видит, что ему что-то могут предложить, опять же, нематериально, даже вот какое-то благодарственное письмо, какое-то спасибо, либо что-то еще, это уже говорит о том, что тот человек, который ставит задачу, он видит в этом некую ценность, ну, то есть он не просто так вот хочет использовать волонтеры, да, ну, потому что многие люди так могут посчитать, а вот именно, что они тоже готовы что-то отдать за то, что человек что-то сделает, и это хорошо, то есть, мне кажется, это тоже здорово. Давайте поговорим тогда дальше про мотивации, вот, там, ну, понятно, третий вариант – это хочу иметь какое-то занятие. Здесь я просто хочу сказать о том, что вот ответ единственный, что интернет, эпоха интернета дает нам возможность использовать, там, не знаю, то, что раньше было недоступным, да, то есть, например, наши волонтеры, наши люди, которые вот используют платформу, они живут вообще по всей России, в каких-то совершенно отдаленных городах, и кто бы мог подумать, да, что, например, там, это было возможно раньше, например, сейчас, пожалуйста, человек живет, вот, например, у него есть, допустим, работа, как, ну, там, у большинства, да, но, например, он как-то не реализуется на этой работе, и он хочет занять свое свободное время полезными делами, и вот с помощью онлайн-проекта он это делает, и мы знаем таких вот действительно людей. То есть, вот, опять же, Алексей Клесов, он тоже живет не в большом городе, и вот он приезжал недавно, мы с ним общались. Просто вот человек, который, вот, для него это в том числе классный способ провести время. Это, может быть, звучать странно, но, тем не менее, то есть, вот он решает задачи, для него это отличное, как бы, занятие просто. Вот он делает что-то другое, он делает что-то полезное. Дальше, там, для собственного удовольствия это, как бы, совмещается, да, естественно, что если человек получает удовольствие от того, что он делает, он это делает, да, то есть, опять же, там, выбрать, я не знаю, там, пойти в кино, там, или, там, не знаю, нарисовать дизайн или логотип, но тут, конечно, выбор у каждого свой, но, тем не менее, часто бывает так, что если действительно интересная задача, например, какой-то интересный фонд, или он чувствует, волонтер, что вот он сейчас делает, вот прямо здесь, сейчас, сегодня, и он действительно этим поможет людям, он получит от этого удовольствия, он будет чувствовать признание какое-то. Дальше, если переходить, то познакомиться с новыми людьми. И здесь, на самом деле, мне кажется, тоже это практически одна из основных мотиваций для многих. Вообще наша платформа создавалась в том числе для того, чтобы знакомить некоммерческие организации или какие-то инициативы с теми людьми, которые будут исполнять или могут исполнять какие-то задачи. То есть цель даже была в следующем, чтобы люди, когда знакомятся, например, там решается какая-то одна задача, две задачи, мы никак не курируем, что они потом общаются просто вне платформы, и это нормально. Мне кажется, здесь очень важный аспект, что не нужно ограничивать общение между теми, кто ставит задачи, и исполнителями. То есть оно должно быть удобным, но не должно быть только платформы. Если люди хотят общаться дальше в своем ключе каком-то, то это окей. И это, мне кажется, нормально. Не знаю, Илья, ты можешь как-то прокомментировать здесь или как бы нет ничего? Ну, это очень понятные как бы вещи. Я думаю, что меньше всего как раз гамификация может влиять на знакомство и общение между людьми. Но как минимум мы можем, например, виртуально людей объединять в группы. У меня по этому поводу есть кейс из команды 112, из проекта МЧС. И там отчасти как бы вот это и есть. Вот я не знаю, когда мы пройдем по списку, я, например, могу рассказать. Да-да-да, я думаю, что сейчас минут пять. Я просто вот почему это начал говорить, это очень важный момент. Потому что, ну, по сути, смотрите, если есть платформы, если волонтер знает, что он зарабатывает рейтинг и опыт на платформе, то, с одной стороны, какой ему резон общаться с людьми вне платформы, потому что он за это ничего не получит. Я имею в виду не про тексты платформы. То есть тут очень важно, мне кажется, отметить, что вот внешняя мотивация не должна быть определяющей. То есть не надо держать людей на платформе специально. То есть люди не должны выполнять задачи для того, чтобы зарабатывать этот рейтинг и там опыт. То есть это не должно быть самоцелью. Вот мне кажется, это было важно озвучить. Да, хорошо. Я бы даже так сказал. Иногда ко мне приходят заказчики, которые говорят, вот мы хотим людей мотивировать вот это. Или там, не знаю, на нашем сайте никто курса до конца не досматривает. Давайте сделать гимификацию, чтобы все досматривали до конца. Я обычно отвечаю не то, чтобы игровая мотивация не должна быть ведущей. Она не может быть ведущей. Никогда никакие виртуальные награды не заставят выполнить большой объем ненужной рутины. Это просто надо реалистично понимать, что, как бы мы ни надеялись, что за бейджик люди начнут сайты, не знаю, рисовать друг другу. Скорее всего, не начнут. Просто это всегда мотивация вторичная, всегда мотивация дополнительная и основанная на чем-то, что им уже нужно. Если они хотят вносить вклад и приносить добро, то это может быть визуализация этого добра. Это может быть способ найти друг друга. Не ошибиться, чтобы хорошим волонтерам не попадались плохие заказчики и наоборот. Мы всегда с помощью гимификации просто помогаем. Усиливаем, немножко подчеркиваем моменты. Это как макияж такой. Есть проект и вот этот макияж, который подчеркивает то, что нужно. И было бы довольно наивно считать, что любые рейтинги будут ведущей мотивацией. Если мы не говорим о детях. У детей до школьного возраста в принципе может быть это и основным, но в данном случае это точно не дети. Ну, просто да, есть некие кейсы, которые говорят все-таки, что когда ставится превыше основной задачи, то это, конечно, гимификация плохо работает. Ну, как бы несет отрицательный момент некий. В общем, ну, там осталось, что мне проговорить. Я думаю, что это так понятно. Людям за добром хочу бороться с определенной проблемой. У меня есть свободное время. Мы это уже проговорили. Я думаю, что, Илья, может быть, ты тогда кейсы покажешь, которые у тебя еще есть, расскажешь кратко буквально, и я думаю, будет интересно. Я думаю, что я чуть подробнее остановлюсь вот на первом. Так, презентация пошла. Да, про команду 112. Потому что там как раз было про мотивацию. Так, команда 112. То есть что мотивирует волонтеров, мы как раз обсудили. Что такое команда 112? Это сервис. В котором любой человек может сообщить о каком-то виде угрозы. Например, возможность пожара. Да, там какие-то костры горят. В лесу они видят, что это происходит. Или на дороге появился разлом. Или дом. В доме есть трещина. Возможно, обрушение. С помощью этого сервиса и мобильное приложение, там планирую, будет создано, скорее всего. Можно это все сообщать. Почему это вообще было сделано? Потому что статистически оказалось, что если на дороге, например, появляется яма, то в соцсетях об этом информации появляется через 5 минут, а по официальным каналам МЧСа доходит через полтора часа. То есть люди это все замечают. Они об этом сообщают. Но сообщают, куда им привычно. То есть в соцсети, своим друзьям и так далее. И, конечно, они не отправляют в этот момент письмо куда-то в МЧС. Хотя, казалось бы, они, наверное, хотят, чтобы это поскорее было исправлено. Просто это очень непривычно и очень непонятно. Куда писать, как звонить. И все знают. Поэтому был создан такой сервис, в который можно было бы отправлять так же легко. Но мы понимаем, что... Мы понимаем, что если все будут писать, то они, во-первых, будут писать часто что-то не очень качественно. Например, будут... Побелка на стене треснула. Будут считать это угрозой. И что дом сейчас рухнет. А МЧС там делать нечего. Потому что это совсем неважная трещина. Это просто какой-то... Краска облупилась и так далее. Будет очень много обращений нецелевых, которые надо как-то разбирать. Соответственно, к анализу угроз тоже надо привлекать аудиторию. Это не могут делать только специалисты МЧС. В частности, поэтому нет каких-то каналов очень простых, по которому... То есть, куда могут писать все. Потому что таким образом немножко фильтруется. Если человек действительно разбирается и понимает, что это угроза, он найдет способ сообщить. Что было придумано? Какой сервис? То есть, это сервис, где каждый может написать, а также есть какая-то часть зарегистрированных пользователей, которые сначала отсортируют эти угрозы и только потом передадут наверх. Что в процессе работы мы поняли? То есть, как возникала гипотеза гемификации? Мы поняли, что аудитория каким-то вот таким образом сделана. Что есть очень много людей, у которых мотивация достаточно низкая. Понятно, что есть еще больше людей, у которых мотивация совсем отрицательная, и они не хотят ничего делать. Но при этом есть довольно много людей, у которых мотивация, скажем так, совсем небольшая. То есть, я, например, на волонтерство, или на сообщение, скажем так, на безопасность, на дела МЧСа, готов потратить 5 минут в день. Но я не знаю, как это сделать. Я не знаю, как мне за 5 минут помочь человечеству. То есть, как мне... Я еду по дороге и вижу, что чего-то не то случилось с дорожным покрытием. Как мне, потратив не более 5 минут, они могут уже принести пользу. Есть такие люди, которые не понимают. У них есть силы, совсем немного, совсем немного энергии есть, и они не знают, как ее потратить. И чем больше мотивации, чем больше энергии, тем меньше таких людей. Мы прям там шутили, что наверху, вот в этом пике этого треугольника, стоит Шойгу. У него мотивация безгранична, но он один. Это как бы руководитель. Ну и так устроена вся... Вся пирамида устроена именно так. Соответственно, мы поняли, что целью гемификации должно быть вертикальное объединение людей, чтобы человек сверху мог вложить больше энергии своей и не только сообщить о конкретной угрозе, о конкретной трещине или о конкретном возможном пожаре, но и организовывать других людей, помогать им. И наоборот, люди с самого низа, мы не должны от них требовать многого. Например, летом часто бывают пожары, летом часто бывает какой-то смог, и люди выезжают на то, чтобы тушить эти пожары. Соответственно, обычному рядовому человеку у него не должна болеть совесть, что он такой нехороший, потому что не ездит тушить пожары. Мы должны ему объяснить, что все равно все хорошо, ты не можешь поехать тушить пожар, но тогда сделай вот это, это и это. Какие-то наборы небольших действий. И уже мы тебе скажем, что ты принес очень большую пользу. Почему? Потому что вас таких много. Потому что вы все вместе сделали, может быть, больше в сумме, чем несколько человек, которые поехали, потушили какой-то конкретный сегмент конкретного пожара. Здесь должно быть, да? То есть у каждого человека есть какое-то свое количество энергии, которое он хочет потратить. Мы не пытаемся из него выкачать больше энергии, чем он готов отдать, и пытаемся утилизировать всю его энергию, которую он готов. Соответственно, вот она часть, как бы первая, вторая, третья группы, я про них уже рассказал. С точки зрения сервиса, наверху это организаторы, наверху это те, которые будут повлекать других людей, которые будут, в частности, угрозы сортировать, они будут обучаться на платформе и обрабатывать заявки. А вот вторая группа, это те, кто будут эти заявки генерить, в общем-то, даже не особо задумываясь, достаточно или недостаточно. И мы должны с них снять этот фильтр. Они все равно не смогут оценить серьезность угрозы. Пусть лучше тогда они пришлют фотографию в любом случае. И опытный человек за одну секунду поймет, что это не страшно. Или это, возможно, страшно, и тогда передаст наверх, чтобы уже разбирались чуть более внимательно. Вот. Ну да, про гемификацию, что если есть 10 минут, то суть гемификации только в том, чтобы сказать человеку, дать возможность потратить столько энергии, сколько у него есть. И мотивация у них есть. То есть тут был смысл в том, что нет никакой задачи их мотивировать. Есть просто задача подсказать им правильное решение. И вот так, собственно, это было спроектировано. Ну, там проект на настоящий момент не реализован до конца. Очень много всего поменялось, как обычно бывает в подобных проектах. Но часть, часть было воплощено, часть нет. То есть это такой немножко нестандартный подход переключения внимания волонтеров с одного на другое. Может быть, Алексей что-то возьмет еще и в свой проект. И ведет какие-то уровни помощи. Кто на что готов. Вот. Это первый. Может быть, есть какие-то вопросы. не знаю, Алексей что-нибудь может очнить, что было непонятно в этом кейсе. Дальше. Перелистный-то видит. Там слайды показывал дальше. Следующий слайд. Меня слышно? Да, слышно. Так, так, так. И еще. Вот что было дальше? Я просто могу пойти дальше по кейсам. Или можем обсудить этот, если есть какие-то вопросы. То есть кейс хорошо показывает, что действительно нужно вот с помощью геймификации можно показать собственное решение, да? Как вот эти 10 минут потратить? Можно с помощью геймификации и с помощью собственно самого принципа организации сервиса мы помогаем тем, у кого много мотивации вовлекаться не только в решение конкретной проблемы, которую он видит, но и обучать, организовывать, сидеть на сервисе и разбирать эти фотографии или сообщения и уже фильтровать, чтобы не перегружать службу МЧС. А у тех, у кого мало энергии, мы освобождаем их от вот этих уколов совести, что они мало работают и говорим им, что даже просто присланные фотографии, возможные угрозы уже достаточно плата. Просто хочу заметить, да, действительно, это большая проблема для некоторых волонтерских проектов. Я думаю, что можно пойти дальше. Сейчас, сейчас, можно я две минуты скажу, подожди, подожди. Вот еще один момент, который можно, который можно применять для, опять же, онлайн-сервисов. Это мини-кейс такой вашего репетитора Profi.ru. Возможно, многие из вас там бывали. Это способ найти, изначально это был репетитор с инфо, где можно было найти репетитора по любому, по любому предмету. Вот. Дальше они развились, и там можно найти фотографа, там, ремонтника любого и так далее. В чем там есть сложность? Там есть аудитория, которая, тут должна быть фотография, да, есть аудитория, которая должна регистрироваться на портале Profi.ru. И, естественно, чтобы зарегистрироваться в виде репетитора или в виде какого-то мастера, нужно довольно много полей заполнить. Вот наверху это видно. Коротко о себе, предметы и услуги, география, опыт образования, личные данные, расписание. Все это вынести довольно сложно. Поэтому люди чаще всего, ну, и нельзя это делать обязательными полями, потому что люди не заполняют, бросают анкету. Поэтому все это сделано полями необязательными, и так получалось, что репетитор заполняет какое-то количество информации, пока ему не надоедает, пока он, в какой-то момент он говорит, я и так уже тут вообще столько о себе рассказал, давайте уже что-нибудь сделайте, давайте найдите мне сначала учеников, а потом я буду снова готов чего-то делать, и уже пришлю вам там все удостоверения, все дипломы свои. Что было сделано по этому поводу? Мы опять же пытаемся связать то, что нужно нам, то есть заполнение от него очень много полей, и то, что нужно им. А им, соответственно, нужно, чтобы к ним поступали ученики, чтобы к ним поступали заказы. Поэтому через всю анкету мы провели такой показатель, как качество анкеты. Это опять не слишком игровой параметр, потому что все-таки можно сказать, что это даже B2B, что это партнерские отношения, это не конечные пользователи, и у них мотивация достаточно рациональная, достаточно материальная мотивация. Но при этом мы, обращаясь к их материальной мотивации, говорим, что качество вашей анкеты, если, например, он заполнил очень мало полей, говорим, что качество вашей анкеты 30%. И по нашей статистике у тех, у кого качество анкеты меньше 70%, они получают только одного потенциального, потенциальный заказ из 10. А 9 из 10 уходит тем, кто анкету заполнили полностью. Мы опять до них доносим, что вот, смотрите, все, что вы делаете, это не нам надо, это не какая-то как бы блаш, это не наш каприз, это то, что напрямую влияет на возможность получения заказа для вас. мы связываем их реальную мотивацию с тем, что нужно нам в данный момент. Это тоже довольно хорошо сработало, и, собственно, это и раньше применялось, только сейчас мы сделали более активно. Раньше каждому, кто анкету заполнил не до конца, приходилось вызванивать специальным сотрудникам вот этого проферу и спрашивать эти вопросы, просить, прислать сканы, фотографии, сканы, дипломов и так далее. Только поэтому, только после этого вообще отдавалось, анкета установилась доступна в поиске. Вот. Может быть, еще что-нибудь сейчас такое. Ну да, про это я уже сказал. Это у нас про что. Ну вот да, здесь немножко другие есть примеры из онлайн-сервисов по поводу прогресса, по поводу какой-то собственной уникальности. Есть сферы, в частности, две из них довольно популярны. Это фитнес и это обучение английскому языку, например, обучение языкам, в которых очень сложно почувствовать свой прогресс. То есть, ученик, который занимается языком, особенно, если мы говорим про кремитингово-лео, он может быть, всего пару дней потратил. Именно там происходит основная потеря пользователей через несколько дней. И он уже, у него уже внутри возникает такое как бы желание увидеть прогресс свой. Он говорит, ну и что? Я научился чему-то? Мой язык стал лучше? Или как? То есть, так же и из фитнеса. Все, кто когда-нибудь занимался фитнесом, понимают, что за неделю или даже за месяц ничего очень сильно не меняется. Реально надо изменить свой образ жизни и месяцами регулярно ходить куда-то в качалку или на пробежке и только тогда пойдут изменения. Но ощущать прогресс, видеть подтверждение того, что человек на правильном пути хочет уже сразу. Поэтому практически все приложения по фитнесу и очень многие приложения по онлайн-обучению и по мобильному обучению используют вот такие вот виртуальные прогрессы. Когда мы вместо реального прогресса, потому что реальный прогресс ни в английском языке, ни тем более в фитнесе мы по пользователю не видим и никогда не увидим. Мы никогда не будем знать правда он стал сильнее или нет. И в английском языке так же. Нельзя каждый день давать тесты, чтобы определять реальные изменения его уровня. Мы вместо этого рисуем прогресс виртуальный, который если задуматься никак не связан с реальным. Просто никак не связан. Он связан только с мерой, только с той активностью, которую он на этом портале сделал. Мы видим только то, что он делает у нас. Только то, что он почитал несколько текстов, покликал по таким-то словам и так далее. И этот прогресс мы отображаем и говорим, что это твой уровень. Твой уровень не английского языка, но твой уровень на портале. И оказывается, что именно этого уже достаточно. То есть даже виртуальный прогресс уже какой-то вот этот внутренний недостаток похвалы, внутренний недостаток ощущения недостатка обратной связи уже закрывает. Это очень хорошо. Если говорить про менеджмент, про такое взаимоотношение с партнерами, то, например, Bittrex24 это сделал немножко в странном виде, в виде такого индекса активности и вовлеченности. Для всех сотрудников, которые на портале Bittrex24 строятся их индекс активности и вовлеченность в использование тех или иных сервисов. задача когда я работал с Bittrex была в том, чтобы помочь внедрению Bittrex внутри компании. Обычно есть один человек, который этот Bittrex установил и у него-то нет никаких проблем. Он знает, что это хорошая система, он готов ей пользоваться регулярно. Но также необходимая задача всех своих коллег сюда вовлечь. И одна из решений это визуализировать насколько каждый человек активен или каждый отдел активен. И если мы видим, что какой-то отдел еще на Bittrex не перешел, то мы можем по этому поводу с ними как-то говорить. Когда мы это все придумывали, была более игровая визуализация, более интересная. Потом это превратилось в графики, потому что так проще нарисовать, и это ближе к культуре такой системы управления персоналом. Но это тоже тот самый вид обратной связи, который можно сделать. если есть вопросы, пишите в чат, я буду на них устанавливаться. А пока расскажу про еще один очень хороший кейс, который может быть можно использовать для работы с волонтерами в каких-то онлайн-сервисах. Я сейчас не говорю про личную работу один к одному. Это кейс обещания.ру, это портал сервис контроля обещаний, где лежат обещания политиков и собственно общественность может контролировать выполняют политики свои обещания или нет. Как-то да, кейс обещаний как-то вот так это все выглядело. Есть публичные заявления, которые сделаны определенным образом. Не каждое заявление можно считать обещанием, но у них есть свои критерии. Например, Путин сказал, хоккеистам сборной мы наградим автомобилем. Это можно считать обещанием, потому что он не говорил мы постараемся, он не говорил наверное, но он подтверждал, что будет такая награда. И на этом портале мы видим какое обещание было выполнено, у кого какой рейтинг соответственно, выполняет ли Путин свои обещания, выполняют ли какие-то может быть главы администрации определенных областей свои обещания и соответственно стоит ли за них дальше голосовать или нет. Это плюс-минус объективная информация, потому что она собирается по СМИ, она собирается или аудитории, или редакции обещания.ру. У этого портала в чем была проблема? В том, что очень многие пользователи воспринимали его как информационный сервис. То есть они приходили, посмотрели, что там как у Путина и уходили. Не стараясь внести свою лепту, не стараясь добавлять обещания, хотя это всегда было можно, и многие обещания были добавлены субактивными пользователями. Они не старались как-то проследить, если обещание осталось три дня, например, до конца обещания, тогда можно было бы уже включить процесс отработки. Если речь идет о ремонте каких-то дорог, то тогда за три дня ничего принципиально не изменится. Можно посмотреть, и такие комментарии тоже иногда бывали на портале, посмотреть, что уже половина срока прошла, а работы еще не начались, и внести эту информацию на портал. Таким образом, мы собираем всю важную информацию в одном месте, и в некоторых случаях происходит даже мотивация политика. Понятно, что главы государства на обещание не заходят, а главы и мэры, и губернаторы в некоторых властях очень даже активно сюда заходят, потому что они понимают, что это общественное мнение. задача перед гомификацией стояла такая, что я не буду подробнее рассказывать про схемы, как мы это все реализовывали. Задача была в том, чтобы донести до каждого пользователя о том, что это портал для него, что это не информационный портал, где он может узнать какую-то информацию, а это портал, где он должен принимать участие, все обещания, многие обещания добавляются самими пользователями и проверяются пользователями, и подводятся итоги тоже пользователями. Вот, соответственно, что мы сделали, мы сделали вот такой прогресс-бар для незарегистрированных пользователей. То есть, там еще проблема была в том, что пользователи просто не регистрируются, чтобы получить какую-то информацию, регистрироваться не обязательно. Но, соответственно, без регистрации мы никакой пользы порталу привести не можем. Соответственно, для незарегистрированного пользователя появлялся вот такой прогресс-бар, который с какими-то иконками и не очень понятными, но вроде бы чуть-чуть понятными и уже интересными. И на портале появилось очень много маленьких активностей. Ну, например, Андрей Пудов говорит о том, что повышение пенсионного возраста в 2015 году не произойдет. И каждый пользователь, даже не зарегистрированный, может нажать «Верит он, что так будет?» или «Не верит?» Отсюда строится рейтинг доверия данному обещанию. И также влияет на рейтинг доверия самого политика. И это уже становится интересно. То есть, если человек хочет посмотреть, если он понимает, что это так все происходит, если он один раз хотя бы кликнул на «Верю» или «Не верю», то ему становится интересно, «А верят ли люди другим обещаниям?» И он начинает сам голосовать для того, чтобы посмотреть, какой рейтинг есть. В процессе того, как он вовлекается, немножко голосует, куда-то кликает, нажимает, он видит, что происходит прокачка какого-то прогресса справа. И может быть, сам туда кликнет, а может быть, через несколько его действий откроется вот такое окно. это окно говорит о том, где он находится. Это как раз правильное место сообщить, рассказать о портале. Если пользователь пришел с поиска или пришел на главную страницу, он не будет вчитываться, что это с порталом. Он просто будет смотреть на интересные ему вещи, на какую-то конкретику. Но если он уже втянулся, если он уже поставил десяток отметок, он в это верит, а это он не верит, это важная новость, а вот тут политик прав или не прав, то он уже вступил во взаимодействие. Ему уже интересно, где он. И вот тут ему как раз хорошо его призвать к регистрации и сфуалировать его в такой форме. Кем вы хотите быть на этом портале? Хотите быть молчаном? Тогда можно просматривать обещания и быть в курсе актуальных тем. Или вы хотите быть глазом народа? Тогда вы сможете контролировать обещания, добавлять новые обещания, влиять на рейтинг политических деятелей и так далее. Мы опять же переписали то, что нужно нам, а это регистрация, в то, что интересно самому пользователю. Ему интересно сменить свой статус. Ему интересно выбрать статус такой адекватный себе. И в этот момент очень многие пользователи говорили, конечно же, я глаз народа. Конечно, я хочу контролировать, а не просто смотреть. Нажимали регистрироваться и регистрироваться. Я не помню на память, дальше будут результаты, как это все происходило. Вот такой еще виджет тоже очень хорошо работал. То есть, по сути, мы стали, мы добавили несколько элементов, которые собирали внимание пользователей и превращали его в активность. мы противопоставляли обещание какого-то политика и комментарии эксперта. Политик обещает, что стоимость нефти не вырастет до 70 долларов за баррель. А какой-то эксперт говорит, что к концу 16-го года нефть будет 80 и больше. Если кликнуть на вот эту фразу, то можно увидеть более подробный комментарий, почему, как так получается и так далее. Какую-то аргументацию. Соответственно, пользователь тоже, видя два разных мнения, видя аргументацию того и другого человека, опять же, им очень легко к этому как-то отнестись. Как-то кликнуть, кому он больше верит. Вот такие вот были виджеты. Виджет после клика соответственно меняется на виден рейтинг. Это некоторая обратная связь. Какие же были результаты после внедрения этой системы? Во-первых, очень сильно повысилась активность. Потому что раньше, чтобы выразить какое-то отношение, там и не было почти никаких возможностей. Основная возможность для пользователей было добавлять собственное обещание. Их, конечно же, мало кто добавлял. Сейчас от 200 до 6 тысяч в месяц выросла активность. Просто пользователи что-то делали. Поднялись регистрации, потому что мы регистрацию стали продавать в понятном виде пользователя. И добавление обещаний, естественно, тоже выросло, потому что пользователь прошел по этой логической цепочке. Он увидел, что это, как, он понял, как с этим взаимодействовать, он зарегистрировался, и ему стало интересно, почему бы и не добавить обещание какого-то местного политика, или то, на что он наткнулся. Конечно, обещаний в разы, десятки раз меньше, чем просто выражение отношений. Но с точки глубина просмотра выросла, это тоже хорошо, это был один из показателей. Сервис бесплатный, даже рекламы там нету, поэтому, собственно, его создатели хотели, чтобы пользователи как можно больше читали, как можно больше вовлекались. Просто в чате какой процент регистрации? Ну, процент регистрации прямо здесь нету, эта информация у них закрытая. Я скажу, что до того, как была внедрена эта система, регистрировалось меньше процента. Соответственно, можно увидеть рост регистрации от 3000 до 15. Соответственно, это в пять раз. Вопросы? Может быть? Давайте попробуем как-то подискутировать или, может быть, уже всем надоело и будем скоро заканчивать. Кстати, классный кейс. Да, да, понятно. Классный кейс, вот на самом деле действительно классный кейс. То есть, здесь вот геймификация предстала в виде того, чтобы показать вот интересные моменты сервиса для пользователей, чтобы они поняли все-таки, что это такое, для чего это нужно и как они могут увидеть свою личную ценность в этом сервисе, да? Да, да. Это, ну, такое постепенное вовлечение. То есть, если раньше мы хотели сразу какого-то очень сложного действия, добавление обещаний, все-таки очень сложные действия. Сейчас мы дали им дорожку к этой цели. Вопрос там, сохраняется ли история активности пользователей для них самих? Я не помню точно. Да, по-моему, сохраняется. Ну, то есть, это такая очень формальная вещь. Я не очень понимаю, насколько это важно, когда он пользуетесь. По-моему, там есть активность. Да, есть ли еще какие-то вопросы? Просто я думаю, что если нет, надо заканчивать, так как время уже достаточно много. В общем, действительно интересные кейсы. А он реализован, да, сейчас? Да, он реализован на обещании РУЗАЙТИ. А сколько примерно длилась работа по изменениям? То есть, я имею в виду, менялась концепция и так далее? Хоть примерно? Мы где-то за месяц придумали все это на встречах. Потом было внедрение где-то, наверное, месяца два, пока разработчики и дизайнеры. Я приходил раз в неделю, раз в две недели, и дизайнеры манесовали вот эти виджеты, придумали, как это будет. Как-то так. Я думаю, что, наверное, месяца четыре. Учитывая, что при этом еще полный редизайн происходил. Ну да, я понял, что концепция, в принципе, родилась достаточно быстро. Да, конечно. Вот я отвечаю на вопрос Ярослава, как человек попадает на страницу выбора. Это происходит двумя способами. Можно нажать просто регистрацию, по-моему, открывает эту же страницу. Можно покликать, кликаем на какие-то активности на сайте, выпадает справа вот такой вот прогресс. Он сначала выезжает справа, висит несколько секунд и заезжает назад. Если в этот момент кликнуть на прогресс или на кнопку регистрации внизу, то откроется это окно. И третий способ, если человек сделал определенное количество активностей, по-моему, там было 5 кликов, должен 5 активностей произвести в разных местах, мы открываем это окно автоматически. Оно блокирует весь экран, но можно его зайти и продолжать, в принципе. Можно нажать кнопку оставаться молчаном. Продолжить. И там вопрос большинство все равно наверное предпочитает оставаться молчанами или это неизвестно? Всегда так. Всегда зарегистрированных меньше, чем незарегистрированных. То есть это скажем так, я не думаю, что это вопрос какого-то принципиального выбора. Есть какое-то количество случайного трафика, но которые даже если зарегистрируются, они все равно не вернутся. Есть люди, которые зашли разок, потом может быть там главный трафик это трафик поисковой. То есть просто из поиска. Никакая реклама естественно не велась на этот проект. И человек раз зайдет, два зайдет, три зайдет, а потом может быть и зарегистрируется. Понятно, что конечно конверсия в регистрации никогда не бывает 80%. Ни на каком сервисе, ни на каком лендинге. Ну что, я думаю, что давайте заканчивать. к сожалению. Тогда будем завершать. Да-да-да, потому что уже все-таки много времени. Илья, большое тебе спасибо, что поделился кейсами и как бы мы пообщались немного. Я надеюсь, что там тема мотивации для волонтеров хоть чуть-чуть стала более понятна. В любом случае вы можете писать и мне, и найти как бы Илью. То есть я думаю, что с радостью будем отвечать на какие-то вопросы. и запись будет чуть позже, может быть, сегодня-завтра. Да, пишите. Можете полистать еще презентацию. Там кейсов намного больше, чем я успел рассказать. Просто я их заготовил на всякий случай, что если возникнет вопрос, кейс придется кстати. Да-да-да, то есть презентацию можете скачать во вкладке документа, она уже там есть. Все, тогда спасибо большое и тогда до следующих наших вебинаров. Илья, еще раз большое спасибо. спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры